привет сегодня будем писать лоу фай пройдемся по этому жанру основательно мы знаем что это такое как его писать и что с ним делать видос предназначен сразу скажу для новичков так что всех скиллов людей прошу пройти к другим видосом и так что же такое этот наш луфай переводится от английского слова low fidelity как низкое качество проще говоря это направление в музыке для которого характерно низкое качество звука этот жанр отводит нас к старым олдовым треком к старым и пыльным кассет ником которые не могли передать висота спектр частот то есть высокие низкие частоты и из-за этого создавался вот этот вот так скажем шарм луфая спустя какое-то время луфай начал подразделяться на поджанры например это луфай house это тот же самый луфай только более энергичным то есть у него больше бипе также грустный луфай все мы его слышали это вот грустная пианино под которой хочется плакать и также обычные луфай биты всем их прекрасно слышали если хоть раз натыкались на например на луфая радио или на луфай подборки в этом жаре и нет границ в использовании например инструментов но чаще всего мы могли слышать обыкновенная пианино рода спина саксофон ну и так же гитарки в общем отойдем от этой всей нудятины подальше и приступим к самому главному это написанию трека первое вам нужно подобрать джазовые аккорды как спросите вы это сделать всего напросто нужно погуглить гуглим в поиске квинтовый круг и вам высвечивается куча различных схем ничего не понятно все страшно сохраняем вот такой вот квинтовый круг я уйдет здесь его повешу приложу и заходим в филочку перед тем как перейдем в филку я расскажу как пользоваться этим квинтовым кругом у нас есть два кольца это внешнее кольцо и внутреннее кольцо внешнее кольцо это мажорные аккорды внутреннее кольцо это минорные аккорды и так первое нам нужно взять какую-то краневую ноту я возьму ноту c после чего нам нужно двигаться либо же вниз либо вправо либо влево то есть к нотам которые будут сочетаться с ноты c моем случае я пойду вправо . ноте g потом нам нужно двигаться вниз ноту е мы возьмем потом влево ноту а м и вверх ноту c тем самым мы создадим квадрат для чего этот квадрат нужен он нужен для того чтобы мы могли построить так скажем логическую цепочку аккордов вообще в музыке по стандарту есть четыре такта а эти четыре такта нам нужно заполнить четырьмя аккордами и данном случае мы взяли эти четыре корневые ноты и аккордов в самой филке мы уже построим эти же самые аккорды от этих четырех нот если вообще забит на теорию сразу перейти к практике то это все будет работать следующим образом у нас есть четыре ноты cg и м а им первую нота c она у нас мажорные мы это знаем переходе в piano roll нажимаем вот в эту помогашку переходим во вкладку advanced и выбираем мажор 9 это у нас джазовый пышный аккорд ставим на ноту c все мы у нас есть аккорд главное чтобы он вас кстати стоял вот в этих вот расскажем о столбцах так как это у нас так ты это называется тактами потом у нас идет но т.г. это тоже у нас мажор мажор 9 и нота г ставим ее вот сюда все у нас появились два аккорда переходим и м это у нас минор мы это уже знаем по квинтовому кругу выбираем минор дети он у нас на первой вкладке находится выбираем ставим ноту е все ноты я готова и также мы ставим ноту а все аккорды построены и да забыл сказать если вы будете строить аккорды от корневой ноты а то у вас следующий но то идти например будет fm и там у вас будет появляться решетка как поставить эту решетку оставится на таким волшебным образом выбираем оригинальную ноту f и поднимаем на одну ноту вверх и все у нас корневая нота точнее нота fm готова и так у нас есть аккорды но у нас нет инструмента для которого мы будем прописывать эти же самые аккорды моем случае это рода спины в вашем случае это может быть обыкновенная пианино либо же гитары либо же совершенно любой другой инструмент но если вы будете делать по моему кайду то я вам вам покажу как добыть эти рода спин до открываем это окно после чего переходе в папочку пакс потом инструмент кейборд и рон спину здесь также есть грант пены и stage гранд это то это если что пианино мы его просто берем нажимаем здесь ноу и вот так вот перетаскиваем есть также второй способ как можно призвать наши а рода со мы нажимаем вот сюда средней кнопкой мыши потом выбираем платим морфин просто берем вот так то его и перетаскиваем до после чего нажимаем сюда потом нажимаем кейборд и ищем нашу радость вот они наши любимые рода все мы выбрали так скажем инструменты для которого мы его не прописывать наши аккорды следующее нашу песню нельзя оставлять без баса у нас есть два пути либо же прописать электрический бас либо же прописать живую бас гитару аспы точнее эмуляцию моем случае это живая бас гитар где ее достал переходим вот в это окно выбираем пакс потом инструмент бас и выбираем плагин ибо нас также мы можем выбрать classic 80 это тоже если что у вас гитар когда стать электрический бас нажимаем сюда средней кнопкой мыши выбираем вот этот плагин после чего вот эти две крутилки мы выкручиваем в ноль и у нас получается электрический бас как же прописать сам вас у нас есть четыре корневые ноты это cg м м который мы создали уже несколько минут назад выбираем наш плагин переходим в piano roll и выстраиваем эти же четыре корневые ноты у нас в плагине вот я их выстроил и самое главное их нужно строить либо же в 4 либо же в 3 октаве так как в 5 или выше октавах нас будет получаться такой пластмассовый бас то есть это даже на бас не будет походить особенно если мы будем убрать синтеза и еще без чего нельзя оставлять наш трек это без мелодий даже самый простец к мелодии которую можно вообще в принципе придумать мелодию можно писать как народа сах как на пианино на гитаре на саксофоне на чуму кона главное чтобы это хорошо звучало так скажем в миксе в моем случае это породы с и я уже показывал где я их доставал как вообще прописывается мелодия точных рекомендаций нет так как и мелодия это чисто ваше воображение это чисто ваш мозг но я вам скажу некоторые правила для прописания мелодии в луфа и мелодия должна быть протяжный должна быть спокойный не привлекать к себе никакого внимания то есть такой спокойный чиловый мелодия она должна быть как я прописал мелодию в своем случае я взял 4 корневые ноты из своего трека и просто где-то убрал ноты где-то вот здесь добавил добавил просто переходики обыкновенные и принципе на этом и получилась наша мелодия некоторые могли уже заметить то что у меня корда стоит каким-то волшебным образом я сейчас покажу как это сделал тыками на корды после чего тыкаем на ключик выбираем штрум велось стамена половину либо пшена как у меня а тайм выкручиваем на максимум и вас получается такой плавный перетекание нот переходим к самому вкусному если быть точнее к грамм партии драм партии в луфа это самое простое что придумала человечество и мой тому это пример я прописал очень простую драм партию здесь всего лишь несколько звуков самые основные это кик хай-хет и снэр все остальное это по желанию их звучит так их это так с нейр так и ки оставил каждый третий такт с нейр каждый второй такт а это бьют каждый второй шаг следующее это дополнительная перкуссия либо же звуки вначале поставил крыш чисто по желанию он практически не используется лупой но можно его ставить это номер два если бы точнее тарелки они у нас будут играть конце трека чисто для разнообразия open head чтобы сделать переход либо же подчеркнуть какую-то часть нашей партии и перкуссия для разнообразия следующий незаменимый атрибут луфа это различные звуки на фоне будь то дождь либо же звук виниловые пластинки или звук костра это все нужно для того чтобы создать атмосферу луфа я либо же просто забить миг с каким-то звуком и у нас все время что-то играла на фоне давайте быстренько пробежимся по обработке на мастер 1 не весь мультибэн компрессор с пресетом снова радио 2 гейн у вас будет стоять тесно максимум выставляем его либо на половину либо сюда так как по стандарту будет очень большая громкость вот эти две крутилки выкручиваем на максимум против компрессор повесили забыли софт клипер также повесили забыли аккорды с такой эквализации убираем низа которые нам будут не нужны реверберация бас выбираем верх а понимание за сам гудизер бустим вас дополнительно аккорды с такими настройками мелодия с такими настройками к это с пресетом радио ревер кик убрал верха который мне были нужны и добавил также не за основных это убрал песок ревер основной снейр убрал лишние ненужные частоты добавил пространство open head такими настройками крэш с такими настройками и перкусил с такими же настройками как вы могли заметить вся обработка состоит из эквализации и реверберации и также санчей на что такое сайчейн и как его сделать сайчейн это когда ударить кик вместе с басом зачастую либо же с каким-то либо другими инструментами и кик выступать на первое место это очень часто встречается лафа и как это сделать выбираем дорожку с басом и с киком данном случае первая дорожка это кик нажимаем сюда правой кнопкой мыши сайчейн тут из трек и вас появляется вот такая путинка да в моем случае бас находится здесь вершина бас лимитар находим в режиме компрессия сюда ставим единичку в моем случае то двоечка не обращайте внимание эту крутилку в пол а эту крутилка либо практически до конца если хотим очень жесткий сайчейн либо же наполовину все зависит от того как у вас будет вообще вас надеюсь я все доходчиво объяснил все нормально показал рассказал и у меня на этом все спасибо за просмотр всем удачи и пока